Почему столько боли, страданий и разрушений мы видим в последнее время, несмотря на то, что каждый день только и слышим о том, как мудрые руководители всех стран, а также главы международных организаций, благотворительных фондов, финансовых учреждений, защитники природы, только и заняты тем, чтобы все наладить и сделать нашу жизнь прекрасной. Огромное количество организаций с занятой борьбой с бедностью, голодом, болезнями, нарушениями прав человека, преступностью. Как правило, это так называемые НКО – некоммерческие организации, финансируемые богатейшими людьми и их фондами. Они думают о нас, заботятся. Работают они уже многие десятки лет, и иногда хочется спросить у этих благодетелей человечества, как обстоят дела с преступностью, торговлей людьми, оружием, эпидемиями. Получается что-нибудь? Как успехи? Вы никогда не слышали про мимического осьминога? Его еще иногда называют осьминогом-подражателем. Это такой спрут с множеством щупалец и смертоносным клювом, как у попугая, обитающий в теплых водах у побережья Таиланда и Австралии, в районе Большого Барьерного Рифа. Мимическим он назван потому, что может принимать окраску более чем 15 морских существ, и его потенциальные жертвы просто не видят в нем осьминога. Но не будем отвлекаться. В наше неспокойное время прямо сегодня, сейчас идут процессы, о которых знает не так уж много людей, хотя информации о них достаточно, стоит лишь направить на нее свое внимание. Во всем мире, во всех странах одновременно происходит построение нового мирового порядка. Для краткости мы будем говорить НМП. Это словосочетание начертано на долларе. Символом нового мирового порядка является глаз в пирамиде. Означает он тотальный контроль и круглосуточную слежку. Последние несколько лет его можно увидеть практически везде. Кстати, лица киноактеров и звезд шоу-бизнеса, показывающие нам один глаз, являются антропоморфным аналогом этого значка так же, как и сложенные особым образом пальцы. Это покорная присяга на верность банкирам-миллиардерам, которые сейчас строят этот самый НМП. А вот что это за порядок такой, мы сейчас максимально коротко постараемся рассказать в этом небольшом фильме. Наступление НМП вызвано окончанием эпохи капиталистического строя. Как вы, наверное, изучали в школе, перед этим был феодальный строй, а перед ним рабовладельческий. Так вот, теперь наступает новый общественный строй с другими законами и правилами. Назвали его инклюзивный капитализм. Довольно необычный капитализм, при котором у его стейкхолдеров, то есть у подавляющего большинства людей при нем живущих, не будет никакой собственности, ни частной, ни личной, никакой вообще. И это далеко не все новости. Это и есть тот самый НМП. Ну, давайте все по порядку. Вы, наверное, слышали, что почти все богатства планеты сосредоточились в руках маленькой, но чрезвычайно могущественной группы сверхбогатых людей. Им больше не нужно, чтобы мы покупали вещи в магазинах. Им вообще больше не нужно, чтобы мы что-то покупали, а не зарабатывали прибыль. Они давно сами печатают деньги и производят их в цифровом виде. Они же купили все, что только можно купить за деньги. Они продолжают скупать и забирать за долги все то, что еще осталось не в их владении. Этот процесс идет к завершению. Именно поэтому на своем форуме в Давосе они анонсировали инклюзивный капитализм, говоря о котором спикеры используют термин устойчивое развитие. Запомните это словосочетание. Это пароль строителей НМП. Знаете, когда вы слышите термин устойчивое развитие, речь идет о построении нового мирового порядка. В этом новом общественном строе будут две касты людей. Богатые и все остальные. Они будут очень сильно отличаться друг от друга, даже внешне. Трансгуманисты активно уже работают над созданием разных видов людей. Высших и низших. Богатые пока живут вместе с нами в мире, которого мы скоро не увидим, ибо не сможем никуда ездить. В этом мире есть и будет все. Прогрессивная наука, освоение Марса, супер-медицина для богатых, продление жизни на сотни лет, искусство, литература, генетика для производства сверхлюдей, путешествия и много всего другого. А в каком же мире будут все остальные инклюзивщики? Спросите вы. Для всех, кто не успел сказочно разбогатеть, чтобы купить себе билет в новый мир, уготовлена новая, особенная жизнь. Сейчас очень много говорят о перенаселении планеты, а значит, людей не должно быть слишком много. Не более 500 миллионов. Об этом было написано в анонимном манифесте на скрижалях Джорджии. Недавно эти скрижали были взорваны неустановленными лицами. Скорее всего, чтобы нас не расстраивать, ведь попасть в эти 500 миллионов шансов у обычного человека, прямо скажем, немного. А куда же девать те миллиарды, которые сегодня живут на планете Земля? А вот куда. Вы что-нибудь слышали о глобальном потеплении климатической повестки, об эпидемиях и страшных заболеваниях? О самоотверженных врачах, работниках корпорации со шприцами в заботливых руках? О войнах, революциях, о катастрофах, пожарах, наводнениях, землетрясениях? Все это почему-то очень своевременно происходит, повсеместно. И мало кто укроется и сможет куда-то далеко уехать, ведь скоро всем нам придется жить в 15-минутных городах и ходить пешком. Не слыхали? Ну, зайдите на сайт Довозского экономического форума, там все есть. И в городах этих будут жить лишь те, кто останется в живых. Жить, соблюдая кодекс Алиментариус или жизнь на минималках. Ходить в одной футболке есть насекомых и синтетические продукты в маленьких обособленных зонах с лимитом выхода за ее пределы. Ничего не иметь, ни мнения, ни прав, ни собственности. Абсолютная власть одних и абсолютное бесправие других. Срок жизни для обычного человека также будет ограничен, ибо беспомощные старики – ненужная нагрузка для системы. Эвтаназия уже обсуждается в ряде стран и принимаются соответствующие законы. А в Японии уже предлагается принудительная эвтаназия стариков, которых там сегодня уже слишком много. «У вас ничего не будет, и вы будете счастливы» – лозунг НМП, который предлагает нам Клаус Шваб от имени всех тех, у которых будет все, включая саму Землю. Ведь им осталось всего пару шагов, чтобы приватизировать все биоресурсы – воду, леса, горы и даже воздух, который нельзя загрязнять углекислотой. Программы полного присвоения, приватизации и коммерциализации биоресурсов Земли уже работают полным ходом, и скоро все будет принадлежать только суперкорпорациям. Таков великий план. Фазы установления НМП идут одна за другой, и мы предлагаем вам с ними ознакомиться. Организаторы этого беспрецедентно масштабного мероприятия понимают – добровольно люди не отдадут свои дома, машины, имущества, детей. Да-да, не удивляйтесь. Изъятие детей возложено на ювенальную юстицию. И переехать жить в город-тюрьму, например, такую, как город-зеркальная стена в виде длинного здания, которое уже начали возводить в Саудовской Аравии. Его длина – 170 километров, и вмещать он будет 9 миллионов человек. Так вот, для переселения в такой город людей нужно подготовить. Привычное жилье должно стать непригодным для проживания или принудительно изъято за долги. Для этого всего нужны чрезвычайные обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельства по всему миру. Кстати, построить НМП хотят нашими же собственными руками. Заказчики – они, исполнители – мы. Почему – мы? Да ведь его больше некому строить. НМП собирается нашими же руками по маленьким кусочкам. И предельно страшен он станет только в момент полной сборки. Тогда все поймут, что произошло. Абсолютно все. Но будет поздно. Для построения используются два основных приема. Первый – тотальная ложь. Овцы должны думать, что в связи с неблагоприятной обстановкой их просто перегоняют на новое пастбище, где их ждет немного меньше травы. Но жизнь, в принципе, терпима. Второй – это принцип маленьких шагов. Все делается постепенно и под прикрытием очень благовидных предлогов. Заботе об экологии, здоровье, защите свободы и прочих приятностях. Итак, фаза первая. Внезапное возникновение чрезвычайных обстоятельств. Возникает небезызвестная эпидемия. Запускается в действие базовая управляющая эмоция подавляющего большинства людей. Страх. Начинается процесс. Возникла проблема? Есть решение. Прекрасное, универсальное. Всего-то комариный укус в плечо. Процесс пошел. Фаза два. Люди разделяются на два лагеря «кто за» и «кто против». Начинается общественный конфликт. Вводятся первые насильственные меры, ограничивающие свободу. Те, кто против официальной линии, получают специальные названия. Стигматизируются. Выдавливаются на периферию информационного поля. Маргинализируются. И наказываются. Частично лишаются своих законных прав. Начинается паралич экономики. Ломка привычного уклада жизни. Наблюдается покорность большинства и сопротивление мятежного меньшинства. Стартует цензура. Начинаются наказания за неповиновение. Фаза три. Ослабление поводка, чтобы не довести напряжение до критических значений и успокоить бдительность. Объявлены цели. Иммунизация 80% населения – это решение и спасение. Имитируется частичное восстановление экономики. Небольшое облегчение воспринимается как окончание плохих времен. Однако угроза остается и не уходит до конца с повестки дня. Устанавливается понятие вариантности. Приходят новые вирусы. Оправдание принудительных мер и ограничительных мер, которые уже воспринимаются как новая норма, и часть их остается в действии. Фаза четыре. Установление устойчивого апартеида, разделение людей на два сорта. Одни лучше, имеют больше прав, другие хуже и прав у них, соответственно, меньше. Те, кто подчинился, имеют новое удостоверение личности, подтверждающее, что они лучше. Начинается дефицит продовольствия. Пропуская QR-коды, максимально внедряются в повседневную жизнь. Возникают конфликты между привилегированными и лишенными части прав. Ограничиваются права на работу или учебу. Ограничивается доступ к основным услугам. Мятежные наказываются финансово, платежными тестами, а также штрафами и увольнениями. Фаза пять. Установление хаоса и военного положения. Создание дефицита товаров и продовольствия. Пожары и технокенные катастрофы. Следом идет паралич реальной экономики и закрытие заводов и магазинов. Усиление безработицы. Нормой жизни должна стать многоразовая регулярная вакцинация. Бустеризация. Активируется утилизация стариков, хронических больных, тяжелых пациентов. Повсеместно легализуется эвтаназия. Поэтапно ликвидируется медицина. Ответственность за умерших возлагается на тех, кто не принимает новые правила. Повсеместно правительство ликвидирует оппозицию. Вводится тотальная цифровая идентификация личности. QR-код. Свидетельство о рождении, удостоверении, паспорт, водительские права, карточка медицинского страхования. Все переводится в цифровой вид. Установление военного положения везде, где это возможно, во всех странах. Жесткая зачистка противников НМП. Фаза шестая. Финальная. Дематериализация денег. Уничтожение наличности. Введение цифрового заменителя денег со сроком годности и целевым назначением. CBDC. Экономический кризис небывалых масштабов. Обрушение финансовых и фондовых рынков. Банкротство банков. Активация великой перезагрузки. Выдача каждому цифрового кошелька для CBDC. Цифровой валюты будущего. Изъятие недвижимости, земли, оружия, личного транспорта. Ограничение передвижения в рамках 15-минутных городов. Запрет всех глобальных лекарств. Ограничение аптек рецептурным отпуском. Подтверждение обязательства вакцинации раз в полгода или год. Введение нормирования продуктов питания и диеты, основанной на кодекс Алиментариус. Замена натуральных продуктов на синтетические брикеты, смеси, пасты с использованием белка, насекомых и геморастений. Распространение этих мер на все страны. Это и есть новый мировой порядок. Что же мы можем этому противопоставить? Ну, во-первых, объяснить ситуацию как минимум двум близким людям. А они пусть в свою очередь расскажут еще двоим. Геометрическую прогрессию никто не отменял. И чем больше людей будет понимать происходящее, тем больше у нас шансов на спасение. Далее игнорируйте все нововведения по максимуму. Пользуйтесь услугами живых людей, а не роботов. Не идите в кассы самообслуживания. Выбирайте услуги живых людей всегда, когда есть выбор. Изучайте, защищайте свои права. Отстаивайте их, если нужно, в суде. И главное, объясняйте всем, кому можете, что происходит. И отказывайтесь от удобств и комфорта, который вам подсовывают цифровизаторы. Бесплатный сыр кладут только в мышеловку. Легальное сопротивление возможно. Уже провалилась цифровизация футбольных фанатов Сбербанком России. Трибуны опустили, и никто не стал получать цифровой фан-айди. А нигерийские граждане просто не приняли цифровую валюту и перешли пока на бартер. Боритесь, друзья, каждый из нас много чего полезного может сделать в этом мире. Настало время перестать думать только о своей тарелке. Помогайте родственникам, друзьям и просто знакомым, да и незнакомым людям при случае осознать, что происходит. Настало время ускоренного духовного роста. Пора начинать ставить общественное благо выше личного. Иначе нам не спастись. Я думаю, что это действительно выполнение этого мечта. что-то у нас, вместе с моим лидерским фанатом, когда мы начали в 2019. В первую неделю мы встретили, в Январе в 2019, в Калифорнии, чтобы установить цифры для следующих 5 лет. И один из них был, что в 2023 году мы ускорили количество людей в мире по 50%. Я думаю, что сегодня этот мечта становится реальным. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ